Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePad. Сегодня у нас с вами урок по коду GameLab. На этом уроке мы с вами научимся делать гонки на мотоциклах. Это очень весело. Вы сможете управлять героем, а другие герои будут пытаться вас обогнать. Если они коснутся финиша вперед вас, то они победили. Итак, если вам нравятся такие уроки, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте приступим. Переключаемся на рабочий стол. Переключаемся. Здесь уже у меня запущен коду GameLab. И, конечно, давайте мы с вами создадим новый мир, для того, чтобы наши гонки происходили в новом мире. Берем New World и давайте создадим новый пустой мир. Вот этот вот. Так, хорошо. Давайте мы немножко увеличим размер нашего мира. Так, возьмем кисточку. И, конечно, с помощью стрелок влево-вправо мы увеличим с вами поверхность, которую будем использовать этой кисточке. Например, такая большая поверхность. Отлично. Теперь давайте ее уменьшим и нарисуем в нашем мире дорогу для наших мотоциклов. Конечно, сначала давайте добавим сюда какого-нибудь героя. Нажимаем на голову. Нажимаем. Правой кнопкой берем добавить объект. И у нас с вами гонки будут происходить с помощью байкеров. Добавляем байкера. Вот такой байкер у нас с вами добавился. Нажимаем руку. Давайте повернем нашу поверхность земли и посмотрим. Ну, в принципе, довольно большая поверхность. Теперь наводим мышку вот сюда, кисть для земли, и выберем вот эти квадратики. Смотрите. Теперь мы можем с вами выбрать тип земли, который будем использовать для наших гонок. То есть, именно таким цветом будет отображаться наша дорога в нашем мире. Давайте возьмем какой-нибудь цвет. Например, 12. Теперь давайте нарисуем нашу дорогу в нашем мире. Вот такая вот дорога, по которой мы будем гонять. Ну, довольно небольшая. Давайте мы все-таки увеличим наш мир побольше. Возьмем кисточку, выберем цвет опять 20. Так. Увеличим немножко нашу кисть. Так. Смотрите. Давайте увеличим кисть с помощью стрелок. Сделаем побольше. Ну, пусть будет вот так. О, какая большая поверхность. Супер. Теперь давайте кисточку уменьшим, конечно. И нарисуем нашу трассу. Берем кисть, нажимаем опять эти квадраты и возьмем 12 цвет снова. Так, отлично. Чуть-чуть увеличим. Нет, чуть поменьше. И рисуем нашу дорогу. Предположим, она будет идти вот так. Так. Вот такая интересная дорога у нас с вами. Отлично. Теперь, когда мы с вами нарисовали нашу дорогу, мы, конечно, можем ее немножко поднять над нашей землею. Хорошо. Теперь давайте эту дорогу поместим чуть выше нашего уровня земли. Смотрите. Если мы возьмем с вами инаконим нашу землю, то у нас с вами дорога очень плоская. Конечно, такого не бывает. Для этого мы должны с вами навести мышку вот сюда, вверх-вниз создает холмы и нажать на вот эти фигуры и выбрать волшебную кисть с помощью колесика мышки. Выбираем волшебную кисть, наводим мышку на дорогу и нажимаем один раз мышкой. Смотрите, наша дорога поднялась выше уровня земли. Отлично. Нажимаем еще раз вот сюда вот на эти фигуры. Колесиком переключаемся назад на прямоугольную область. Сделаем нашу область чуть побольше и давайте немножко поднимем где-нибудь наши дороги, холмы добавим. Вот так вот, чтобы было более интересно. Так. Добавляем холмы и они поднимаются вместе с дорогой. Смотрите, как классно получается. Так, добавим, конечно, немножко воды, потому что нам вода нужна. Так, еще чуть-чуть, чтобы было более интересно. Так, вот так вот. Так, добавим еще холмы. Например, вот здесь более большие холмы сделаем. Вот, вот так уже интересно. Так, супер. Здесь есть холмы, но не такие высокие. Возьмем разглаживание. И разгладим нашу поверхность, которую мы с вами здесь добавили, такой холмистый. Так, давайте возьмем руку и посмотрим на наш мир таким образом. То есть наши дороги теперь стали выглядеть вот так вот. Видите, есть вода, есть объемные дороги и есть наш герой. Отлично. Теперь, конечно, для того, чтобы наши герои могли соревноваться в скорости, мы должны добавить несколько героев. Но перед тем, как мы добавим героев, давайте мы с вами сделаем путь движения по нашему миру. Так, вот так вот сделаем. Нажимаем на пути. И добавим сюда путь. Выберем цвет. Ну, в данном случае пускай будет пока что такой. Нарисуем наш путь для первого нашего гонщика. Рисуем путь движения по нашей такой трассе. Как он будет двигаться. Довольно интересная трасса получается. Сейчас нарисуем этот путь. И назначим ему. Так. Отлично. И завершаем. Все. Завершили. Это наш первый путь. Теперь давайте добавим еще один путь сюда же. Для второго героя у нас будет два гонщика, которые гонят сами по себе с помощью программы. И третий гонщик это будет наш, которым мы будем с вами управлять. Так. Берем пути. И рисуем еще один путь. Только, конечно, мы ему выберем другой цвет. С помощью клавиатуры переключаемся, например, на вот этот цвет. Давайте возьмем такой. И будем двигаться вот таким хитрым образом. Так. Двигаемся по этим всем путям. Дорисовываем наш путь. Не выходим за границы, потому что иначе это будет не так интересно. Так. Дорисовываем пути. Отлично. Так вот. Классно. Конечно, здесь соединяем наш путь. Нажимаем потом правой кнопкой мыши. У нас с вами теперь два пути. Для двух героев. Так. Давайте добавим сюда еще одного героя. Ну, конечно, перед этим мы с вами давайте определимся, где у нас с вами будет старт. Старт нашей трассы. Пусть это будет вот в этом месте. Для этого, конечно, давайте в этом месте мы с вами изменим цвет земли. Берем кисточку. И выбираем, конечно, размер поменьше. Вот такой вот. И выбираем тип старта. Предположим, двоечку. Вот так вот. Давайте вот здесь мы с вами поменяем цвет земли. Нажмем вот так вот. Так. Давайте повернем немножко нашу поверхность. Приблизимся. И дорисуем вот так. Вот здесь у нас с вами будет старт. Именно эта полоса земли с типом объекта 2 определяет наш старт. Нажимаем руку. Вращаем и смотрим. Да. Вот здесь у нас с вами будет старт. То есть отсюда будем все мы стартовать. Поэтому эту поверхность даже можно немножко увеличить. Но мы это делать пока что не будем. Берем голову. Переместим нашего героя вот этого вот сюда. И добавим еще одного героя. Но перед тем, как добавим, давайте для нашего первого героя создадим программу. Нажимаем на нем правой кнопкой мыши. Берем программа. Что будем делать? Будем двигаться по путям. По каким составам? Берем по off-color. Конечно, по белым путям. Наш первый герой будет двигаться по белым путям. Нажимаем плюсик. Как? Быстро. Ну, очень быстро. Давайте теперь запустим, посмотрим, что у нас с вами получилось. Нажимаем старт. Наш герой поехал по этим путям. Очень быстро. Вот такое у нас с вами движение происходит. Красота. Так, отлично. То есть он спокойно двигается по нашему миру. Теперь, конечно, давайте добавим второго героя. Нажимаем скейт. Либо продублируем этого героя, чтобы у него продублировать программу. Нажимаем на голову. Нажимаем правой кнопкой мыши на нашем байкере. Берем копировать. Нажимаем правой кнопкой в свободном месте. Вот здесь, например. И берем сайт байкер 1. Теперь, конечно, ему заменим цвет. Вот он такой. И, конечно, мы с вами должны взять и поменять ему код. Для этого нажимаем на нем правой кнопкой. Берем программу. И скажем, что он должен двигаться по другому цвету путей. По синему. Смотрите, теперь у нас с вами два гонщика стартовали. И двигаются практически одновременно. Обгоняя то там, то там друг друга. Двигаются по нашему миру. Вот они, гонщики. Конечно, давайте добавим сюда деревья, чтобы было интересней. А то они просто так ездят по пустому миру. Но очень интересно. Так, добавим сюда немножко деревьев. Так. Чтобы наш мир был более интересный. Нажимаем go. Добавить объект. Добавить объект. И давайте добавим сюда, например, дерево. Например, такое большое. Так. Добавим еще сюда объект. Тоже. Добавим тоже дерево. Отлично. Добавим дерево еще и сюда. Добавить объект. Дерево. И еще одно. И то же самое сделаем вот здесь. Так. Например, вот такое. Конечно, в центре будет что-нибудь находиться. Давайте тоже добавим объект какой-нибудь. Предположим, это у нас с вами будет какая-нибудь башня. Либо завод. Давайте возьмем завод. У нас с вами здесь находится завод какой-то. Так. Запустим нашу игру и посмотрим, что у нас с вами получилось. Вот наши байкеры. Которые гонят на перегонки. То вперед. Так. Отлично. Теперь давайте добавим нашего байкера. Для того, чтобы мы могли им управлять и тоже участвовать в этой гонке. Берем голову. Нажимаем правой кнопкой. Берем добавить объект. Выбираем нашего байкера. Вот этот байкер. Давайте ему зададим свет. Например, вот такой. То есть вот этот байкер будет наш. Нажимаем на нем правую кнопку. Берем программа. Когда клавиши. Плюсик. Стрелки. Нажаты. Что мы будем делать? Мы будем двигаться. Как двигаться? Быстро. Очень быстро. Нажимаем скейт. Нажимаем старт. Теперь мы можем с вами управлять нашим героем. Вот таким образом. Можем приблизиться к нему. И уже смотреть за другими героями. Так. Не хватает еще клавиши пробела нам. Для того, чтобы прыгать. Либо переключаться на вот эту камеру. Так. Мы сейчас отгоняем наших героев. Второй. Вот таким образом. Камеру отдалили. Смотрите, как классно мы их обогнали. А вот здесь вот мы с дороги уже съехали. Что же делать нам? Как же быть? Вернуться назад уже никак. Нужно добавить пробел. Давайте добавим сюда пробел. Берем Go. Нажимаем на нашем герое правую кнопку мыши. Берем программу. Когда. Клавиши. Плюсик. Разные. Пробел нажато. Что будем делать? Мы будем с вами, например, прыгать. Действие. Еще. Будем прыгать. Как будем прыгать? Высоко. Так. Хорошо. Нажимаем скейт. Теперь мы, когда съедем с этой дороги, мы спокойно на нее вернемся. С помощью прыжка. Давайте проверим. Запускаем игру. Управляем нашим героем. И нажимаем прыжок. О, как классно мы прыгнули. Красота. Так. Теперь мы должны добавить так, что если мы, предположим, коснемся обычной земли, то мы проиграем. Для того, чтобы мы с дороги не съезжали. Но можем перепрыгнуть через дорогу. Не получилось. Так. Давайте так и сделаем. Нажимаем скейт. И берем голову. Наводим мышкой на нашего героя правой кнопкой программа. Когда. Нажимаем плюсик. Еще. Земля. Нажимаем плюсик. Типы земли. В данном случае выбираем 20. Если мы коснемся обычной земли, то тогда мы будем завершать игру. Конец игры. То есть мы с вами проиграли. Когда. Еще. Земля. Плюсик. Выбираем тип земли. Тот, который характеризует наш финиш. Нажимаем на двоечку. Тип земли 2. Что мы будем делать? Мы будем с вами выигрывать. Игра. Победа. Теперь запустим. Смотрите. Нажимаем старт. Так. Нажимаем старт. Game over. Давайте нашего героя немножко сдвинем. Вот сюда вот. Так. Нажимаем старт. Теперь если мы коснемся земли, у нас сразу game over. Видите, да? То есть мы с вами не можем касаться вот этой земли. То есть можем двигаться только по вот этой дороге. Давайте мы сделаем так, чтобы мы не могли коснуться нашего финиша сразу. То есть они поехали гонять, а мы сразу победили. Для этого мы с вами наших героев немножко сдвинем правее. Выбираем go. И двигаем их немножко вот сюда. Так. Отлично. Теперь мы сюда добавим узкую полоску земли. Что будет означать, что мы не можем с вами коснуться вот этого финиша просто так. Берем вот эту кисточку. Выбираем цвет, например, 20. Вот этот 20. Кисточку немножко уменьшим. В размерах. Вот такую маленькую сделаем. И вот так нарисуем эту полоску земли здесь. То есть теперь наш герой просто так не коснется финиша. Конечно, он может перепрыгнуть, но это мы сейчас рассматривать не будем. Нажимаем play. Пытаемся перепрыгнуть. Game over. Нажимаем play. И перепрыгиваем. Game over. Нажимаем play. Game over. То есть мы с вами коснулись в любом случае земли. Winner. Победитель. То есть если здесь немножко полоску увеличить в размерах, то, конечно, он не сможет до нее допрыгнуть. Таким образом у вас получится настоящая гонка. Кто вперед доедет, тот и выиграл. Этим двум героям мы с вами должны тоже добавить такой же код. Смотрите. Нажимаем голову. Наводим мышкой на первого героя. Берем программу. Когда. Нажимаем плюсик. Еще. Земля. Плюсик. Какая? Тип земли. Выбираем тип 2. То есть финиш. Если он коснется типа 2, то тогда игра – конец игры. То есть мы проиграли. Такой же код мы с вами добавим и для этого героя. Программа. Когда. Нажимаем плюсик. Еще. Земля. Выбираем тип земли. Тип земли 2. Вот так вот. Что мы будем делать? Игра. И также конец. Все. То есть наша игра с вами закончилась. Теперь давайте запустим нашу игру и попробуем дойти до финиша. Нажимаем play. И пытаемся их обогнать. Самое главное – не коснуться земли. Потому что если мы коснемся земли, то, конечно, мы уже закончим нашу игру. Так. Game over. Видите, я коснулся края земли. Давайте запустим еще раз. Play. И гоним. Так. Перепрыгнули. Не коснулись. Так. Нас обогнали. Прыгаем. Game over. Я коснулся. То есть немножко нужно расширить, скорее всего, трассу. Для того, чтобы здесь было не так узко. Либо пытаться ехать только по центру. Тогда мы сможем, конечно же, победить. Сейчас так и попробуем. Уже не прыгаем, а просто едем как в гонке. Пытаемся их догнать. Не получилось. Еще раз. Так. Так. Что ж такое? Ага. Во время прыжка наша скорость немножко уменьшается. Так. Давайте, давайте. Я хочу догнать и перегнать. Видите, они немножко нас обгоняют. Вот здесь, конечно, мы можем смухлевать. Если получится. Не получилось. Так. Пробуем еще раз. Для того, чтобы все-таки до финиша дойти. А, мы здесь можем смухлевать. Смотрите. Стартуем. И перепрыгиваем на эту сторону. Не получилось. Пробуем еще раз. Небольшой разгон делаем. Вот такой. И прыжок. Не успели. Еще раз прыжок. Так. Опа. Я перепрыгнул. Классно. Теперь, конечно, доеду до финиша. Так. Еду до финиша. Аккуратно разворачиваюсь. Так. Ура. Я победил. Отлично. Винер. То есть, таким образом, конечно, можно здесь тоже сделать защиту. Поставить либо стенку, либо, например, сделать чуть подальше эти границы нашего мира. То есть, эти границы дороги. Для того, чтобы невозможно было перепрыгнуть с дороги на дорогу. Но, в принципе, получается очень классно. То есть, мы должны гнать. И доедет кто-то победил. Но, в данном случае, очень сложно получается. Потому что границы нашей дороги довольно узкие. Что, в принципе, создает динамику игры. То есть, я должен двигаться вот таким образом. Так. Они двигаются по путям. И мне мешают. Так. Давайте я попробую их обогнать. Когда я прыгаю, получается, что я застреваю здесь. Жалко. Game over. Опять меня обогнали. Так. Хорошо. Еще один. Еще одна попытка. Давайте попробуем. Конечно, можно добавить сюда стрельбу. Для того, чтобы можно было запустить в них ракеты. И убрать с пути. Чтобы больше не мешались. Давайте добавим стрельбу. И завершим на эту нашу игру. Так. Нажимаем скейт. Давайте добавим сюда стрельбу. Все-таки со стрельбой получается более интересно. Вернемся к нашим героям. Вот они, героям. Так. Давайте добавим ракеты для наших героев. Либо просто пули. С пулями будет интересней. Нажимаем go. Правой кнопкой наводим на героя. Берем программу. Когда мышь, например, левая кнопка мыши нажата. Что будем делать? Мы будем с вами стрелять. Чем стрелять? Например, пульками. Так. Хорошо. То же самое мы добавим для этих героев. Нажимаем правой кнопкой. Программа. Когда. Нажимаем плюсик. Вижу. Нажимаем плюсик. Бота. Любого бота. Что мы будем делать? Мы будем стрелять. Стрелять чем? Например, тоже пульками. И то же самое для этого героя. Правой кнопкой программа. Когда. Нажимаем плюсик. Вижу. Плюсик. Бота. Любого бота. Что буду делать? Стрелять. Стрелять чем? Например, тоже пульками. Нажимаем escape. Теперь давайте еще добавим так, чтобы было видно их жизни. Наводим на этого бота. Берем правой кнопкой. Изменить установки. Листаем до жизни. Показать жизни. Количество жизней. Пусть будет у него 105. Так. То же самое делаем для этого бота. Правой кнопкой. Изменить установки. Берем показать жизни. Так. Включаем. И жизни пускай будет 110. И для нашего героя. То же самое. Правой кнопкой. Изменить установки. Показать жизни. И количество жизней пускай будет чуть побольше. Например, 200 почти. Да. Вот так. 205. Теперь запустим нашу игру. Смотрите, как быстро они стреляют. Так быстро, что нас уже почти уничтожили. Теперь сюда уже никак не добежать. Слишком быстро стреляют. Поэтому давайте поменяем немножко код. Вернемся к нашим героям. Смотрите, как мы с вами поменяем наш код. Когда. Меняем на таймер. И давайте ставим случайный таймер. И пускай он просто стреляет пульками. В любом направлении. То же самое давайте сделаем и для второго героя. Вот для этого. Так. Вот так вот выровняем. Берем голову. Правой кнопкой мыши. Программа. Не когда вижу бота. А, например, по таймеру. И предположим, каждые 4 секунды. Стреляем пульками. По таймеру. Каждые 4 секунды будем стрелять пульками. Нажимаем Escape. Нажимаем Play. Так. Они едут. И... Сейчас увидим. Начинают стрелять. Стреляют. Game over. Так. Не так весело. Стреляют куда-то. Давайте сделаем, чтобы они стреляли ракетами. Правой кнопкой программа. По таймеру случайно и не пульками, а ракетами. Причем по таймеру, например, каждые 5 секунд. Каждые 5 секунд стреляют ракетой. То же самое для второго героя. Программа. Таймер. Плюсик. Каждые 5 секунд стреляет тоже ракетами. Запустим и попробуем выжить. Смотрим. 5 секунд прошло. Вот они, ракеты. И они куда-то летят. Так. Пока что ракеты просто улетают. Но если мы будем идти впереди них, то, конечно, эти ракеты нас догонят. Так. Вот так уже интересно. Потому что они стреляют в нас. Опа. Game over. Все. Теперь наша игрушка стала с элементами стрельбы. Конечно, давайте мы здесь немножко воспользуемся вот этим приемчиком. Так. Еще раз пробуем. Попробуем перепрыгнуть в узком месте. Вот здесь вот. Game over. Давайте еще раз. Чтобы закончить нашу игру на Виннере. Не получилось. Еще раз. А то в нас стреляют. Так. Game over. Пробуем еще раз. Перепрыгиваем. Ура. Теперь можем доехать, конечно, до финиша. И не дождаться этой ракеты, которая в нас попадет. Отлично. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте, знайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо.